От заката и до зари, и лето снаружи, и лето внутри. На дворовую площадку девочки пришли в образе черлидерш и с подготовленной танцевальной программой. Готовить танцы для таких мероприятий стало для них доброй традицией. От хореографии работают сами, но иногда разучивают танцы по видео в интернете. У нас сегодня будет несколько номеров под песню «Не лето», «Попито» и вроде бы всё, но это не точно. Не знаю, почему, но мне это очень нравится. Это практически гимнастика, но, наверное, это там и под музыку. То есть это не одна гимнастика, а там ещё и танцы совмещены. То есть это тут весело. Занятие на дворовой площадке было немного необычным. Ребята устроили настоящую костюмированную вечеринку. Здесь можно было встретить феечек, ведьму, пирата и даже художника. Дети пели и танцевали, а в перерыве участвовали в интеллектуальных конкурсах, а также соревнованиях на ловкость и даже театральное мастерство, которые для них подготовили организаторы. График работы площадки с трёх часов дня до семи часов вечера. Но из-за аномальной жары мы сдвигали график. Вот сегодня мы вышли на площадку с четырёх часов. Иногда выходим, когда больше 30 градусов, выходим с пяти, потому что, ну, тоже деткам, чтобы не перегреваться, и в спортивные игры играть гораздо тяжелее вот в такую жару. Организаторы следят и за самочувствием ребят. На площадке есть термометр. Если у ребёнка появляются признаки ОРВИ, то они связываются с родителями и отправляют его домой. Анна Перепец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.